Рак молочной и предстательной желез, кишечника, желудка, кожи и шейки матки. Злокачественное образование за шесть месяцев этого года были выявлены у 13 эскетимцев впервые. Диспансеризация на ранних стадиях показывает серьезные патологии, причем не только онкологические. До 39 лет проводится раз в три года. После проверяться стоит ежегодно. От возраста зависит спектр обследования. Из расчета почти 90 тысяч, 86-87 тысяч населения у нас сегодня обслуживается. Из них почти 60 городское население, остальное сельское население. 20 тысяч диспансеризация, еще 6 тысяч профосмотров. И углубленная диспансеризация, которая может быть как для прошедшей профосмоты, так и диспансеризацию, еще 7800. Итого это много. Считайте 26 с одним словом. Это за 40 тысяч. Надо посмотреть ежегодно. За первые полугодия диспансеризацию прошли около 4000 человек. Профосмотр – 402. На углубленную диспансеризацию согласились лишь 86 человек. От обычной ее отличает объем обследования. При показаниях назначают УЗИ сосудов, компьютерную томографию или МРТ. Углубленная – там просто провал. Углубленная диспансеризация – длительная процедура, требующая дополнительного обследования после проведения диспансеризации. Отдельно для людей, которые перенесли в течение двух последних лет ковидную инфекцию. Или которые по заявлению просят пройти углубленную диспансеризацию. С января по закону работодатель обязан предоставлять один день на прохождение диспансеризации с сохранением заработной платы. Однако, как говорит главный врач, нужно как минимум два дня, чтобы сдать анализы, пройти кабинеты, а потом прийти за результатами. Во многом все зависит от эскетимцев, насколько бережно они относятся к своему здоровью. Спасибо. Спасибо.